У каждого города должна быть своя жемчужина. Ну, жемчужиной комбинат назвать, естественно, трудно, и у Магнитогорска жемчужина располагается не в городе. Это озеро Банное. Точнее, не само Банное, а горнолыжный комплекс. Лучший из тех, что есть в малых горах России. А теперь и в этом ожерелье жемчужина в виде армянского ресторана добавилась. К чему столько разговоров о драгоценностях? Да к тому, что почему-то повелось, что пункты общественного питания на горнолыжках своими ценами не пугают. Это просто шиза. Чуть меньшее недоумение вызывают цены в Магнитогорских придорожных ресторанах. При этом они абсолютно неадекватны, зная, что хозяева там не в аренде, а землю купили за копейки. Ну, а теперь реальные цены и сногсшибательное меню. Все, кто едет на Банное, живет или отдыхает там, могут попробовать это все в ресторане комплекса Altenay. Этот комплекс первым вас встречает по старой дороге на Банное, тут надо направо повернуть, либо после катания или плавания, или в процессе вы сюда легко можете добраться. Здесь есть и развлекательная программа, и достойная обстановка, и VIP-зал. Но чего здесь нет, так это сумасшедших цен курортной зоны. Так что можно плотно и вкусно покушать, расслабиться или набраться сил. Отвлечься видом танца живота или шоу-программы, потанцевать и посвистеть, так это все дешево и просто. Ну, а мы сюда приехали за тем, чтобы отведать блюда с душой, приготовленные профессиональным армянским поваром. В его карьере были и лучшие рестораны Еревана, а вот сегодня лучший ресторан курортной зоны, как и Магнитогорска, впрочем, это ресторан комплекса Altenay. Теперь мы представляем вам банкетный зал ресторана «Окташ». Ну, самая изюминка в том, что здесь ресторан армянской кухни. И в очередной раз мы попробовали покушать на 1000 рублей. Все, что здесь представлено, все это вместе на 1000 рублей. Вы где-нибудь такое видели? Для того, чтобы сюда приехать, действительно можно вырваться и проехать, ну, те самые 29 километров до озера Баная. И начнем мы с хачапури. Так вот, хачапури в городе вам настоящий, скушать не удастся. Потому что то, что вы покупаете в кафешках, это не хачапури, это подделка какая-то. Вот, настоящая лепешка с сыром. Мы сюда спешили, но дело в том, что, как вы еще понимаете, все это горячее невозможно съесть. Теплая хачапура. Это очень вкусно. И даже невзирая на то, что мы сюда немножко с опозданием приехали. Это очень хорошая даркушка под любую выпивку. Ну вот сюда приехали воздухом дышать, здесь вообще классно. Горноложный центр напротив, изумительно. Кстати, абсолютно реально здесь кушать каждый вечер. Потому что, блин, пасхальный, какие в городе пробки. Сюда же приезжаете, Алтунай, едем прямо с дороги, и там направо. Ну, либо с банного, когда вы езжаете, тоже круговое, и тогда получается по круговому опять же, и опять направо, извините, правила нельзя нарушать. Нельзя не повстречки. Я специально попросил сегодня приготовить побольше таких облегченных блюд. Настоящая армянская кухня. Ну, никак не думал, что моя любимая фасоль может быть вот в таких рулетиках. Да-да-да. Это рулеты из фасоли. Нигде, кроме этого ресторана, настоящей армянской кухни, попробовать вам это не удастся. Первый раз в жизни. И что это такое? Как можно сделать рулет из фасоли? Единственное, что я очень люблю из фасоли, это лобио. А теперь, что за рулетики? Рулет с фиарьё. Если честно, то одним таким блюдом можно хорошо покушать. Потому что бобовые это очень калорийно. А здесь еще и очень вкусно. Как готовится фасоль? Числикнуть мне на мыло. Кто, кто меня знает, знает, что я за горошницу как, извините, много чего продам. Теперь уже золотой бурелеки в фасоли. Это холодненькая. Ну, и на дворе опять золотая осень. До того момента, когда покрутятся вот эти сюжеты, здесь на банном будет осень действительно золотая. очень красиво. Поэтому приехать вот здесь в зале посидеть или в том зале ну, можно здесь каминчик зажечь. Это просто супер. Перец маринованный фаршированный капустой. Вот так вот. Как ну, скажем так человек южный а все корни у меня оттуда. Сейчас мне будут лепками стыкать, но, извините, часть турецких хорней у меня есть. Это так же, как и для русских. Ну, вот. Хотя, не знаю, сейчас очень хорошо там, на юге. Маринованный перец, который вы едите, он хранится полгода. Этот перечек специально для вас маринуют. так, ну-ка, ну-ка. Здесь капуста и дольки чеснока. Опять же, впервые в жизни я ем маринованный перец. блюдо недорогое, но шишло добавили-то еще. Очень вкусно. Эксправь торгился. Маринованный перчик, чеснок, капуста безумно вкусно. Армянская кухня, без лаваша не кухня. Но, оказывается, лаваш-то не только лепешки. Это еще и блинчики. Открываем сегодня, про закусочку. Вам будет тяжело, смотрите этот сюжет. Наверное, куда-нибудь бегать. Хотя, зачем бегать? Сюда приехали. Здесь нет сумасшедших накруток. Даже алкоголь по нормальной цене. Блинчики из лаваша с фаршем. Причем фарш обжаренный и морковкой. Тема. Чувствую я где-то все-таки бараний фарша. Потому что только он имеет такой специфический приход. Нормалек. Итак, кузик у меня уже утрамбовывается. А передо мной еще раз, два, три, четыре, пять горячих. Начнем с горячего облегченного. Здесь могут приготовить блюдо как из телятины, так и из баранины. Ну, естественно. В принципе, легко обсудить все это. Но это блюдо съедят все. вот такая реакция у меня свыны. Сейчас папа будет купить шашлык из шампиньона. Знаете, сколько это стоит? шампиньон. Такой шашлык всего стоит 70 рублей. То есть вот это честный ресторан. Можно сделать так, а можно его так. Ну, как я вам говорил. Сзади по щекрету. Здесь настоящий армянский повар. Из лучшего ресторана Еревана. И все, что сделано на углях. Представляете, вы в Магнитогорске где-нибудь в ледничке сидите, и кто-то снует. Мангал такой. Здесь мангал сделан там, где готовится на кухне. И вот я видел, как это готовится. Кстати, вы в прошлом щекоте все это видели. Теперь надо попробовать. Это обрезаловка. Потому что я либо ел ну, что-то подобное. То есть целиком шампиньоны. Но как это вкусно. Из-за того, что есть специальный соус. Вот так у меня перекосило. я знал, что сюда ехать не надо. Вот так вот мы вам дарим такие большие сюжеты. Потому что надо, надо, ребят, поймите, где все-таки вас встречают, где умеют готовить. И готовят, кстати, с душой, что мне понравилось. То есть я заранее попросил самолет не придумывать. А сделайте мне так как обычно вы делаете. Ну чтобы вы проверили. Ну вот и сделали. Приезжаем в гостиничный комплекс Алтынай. Можно здесь и ночевать после такого-то еды. А мы сейчас хинкали на пору. Лешенька, покушаем. Так кушаем. Подожди. Просто за столом мог быть и Алексей Человеки младший. Только у него пока пачка не такая. Потому что эти хинкали именно вот так и надо запихивать. Потому что сок от хинкали во рту растекается. А туда еще добавили свеженький чесночок. Это потом вы понимаете. Причем под стольку он на пару. Чеснок не уветривается и становится таким бесцветным. Он яркий. Одни и те же мысли. только вслух. Если я это все съем я отсюда не уйду. Поэтому немножко надо вам дать возможность поразмышлять где вы так можете отдохнуть. Вот смотрю передо мной красота. Смотрю на лево красота. Это вам не город. Куда посмотреть они два блюда специально на скажем так где-то десерт взять нельзя. Это просто что с чем-то. Баклажан с фаршем. Помните ты лужик. Многие сюда приехали и попробовали. Ты лужик любимые. Это гораздо вкуснее чем те баклажаны которые ты готовишь. Сейчас покушаешь рецептуру мыну и сюда. Хотя вот за такой штучкой можно приехать и не париться. Они баклажан баклажанчики с фаршем с помидорками. Чтобы так баклажаны готовить я в первый раз смотрел. Теперь приступаем к экономической составляющей нашего сегодняшнего путешествия. Дело в том что за все в жизни надо платить но не переплачивать. Знаете почему вот такой кебаб никто не может сделать в городе. Во-первых делать не умеют во-вторых такой кебаб не получится по такой цене. Я вам сейчас объясню что такое кебаб в принципе это фарш но тут надо понимать как его приготовить то есть в каких-то забегаловках города в 90% как вы думаете фарш из чего делается а вот здесь кебаб делается из баранины как он должен делаться кебабу соус попробуем что же такое тут за соус все в первый раз напоминаю я сюда приезжаю пробовать обыкновенную пищу которую вы можете заказать так вот такой кебаб который в два раза больше чем магнитогорский кебаб ну в принципе кусочки понимаете да стоит 170 рублей удивление абсолютно понятное дело в том что я не знаю как из такого мелко нарубленного качественного фарша можно сделать вот эту колбаску еще и пожарить ее естественно не могу себе отказать попросил сказать не сказали секрет ну шашлычок я делаю еще тот а буду сюда прижать в ресторан гостиничного комплекса Алтыне и блюдце кюфта тоже из Армении вот его надо кушать с маслицем вот мало кто и в Армении умеет делать это блюдо дело в том что вот это телятина вот она приготовлена таким образом что получился как бы пирожочек вот ну наверное потому что добавляют туда еще и коньячок вот приспособу специально привезли да интересно у меня сегодня получится венигрет в желудке знаете почему человек раб своего желудка точнее человек раб своего рта рецепторов его потому что тут уже в принципе без разницы тут уже только энергетика должна идти очередной раз ничего подобного я в жизни не ел это специально выбранное мясо сделанное в такой воздушный фарш который получится у вас ну это вряд ли рекомендую попробовать просто вы не поймете что так можно сделать но это вкусно вот после первого второго третьего кусочка приходит самое благостное ощущение что ты ешь ну не земную вкусность еще ну кстати в номера после такого действительно легко и не стоит напрягать полицию ставшего родным Башкортостана потому как в этом чудном местечке Башкирии да тут же номера-то эти и есть честно лучше большинства турецких пятерок да и думаю российских тоже теперь естественно в заключении небольшая рекогностировка то есть ориентир на местности если ехать по старой дороге то снижая скорость перед круговым вы и комплекс Алтынай и ресторан увидите а затем а затем на круговом сворачиваете на покающую грунтовку направо и в горку вверх и здесь вам гарантированы те самые объедательные впечатления коими я с вами с удовольствием поделился честно говоря я думал что я ел все и удивить меня едой сложно оказалось можно ну и чайная процедура здесь в октаже всего лишь в 25 километрах от города чайная процедура заканчивается вареньем а теперь не падайте из чего это варенье вы когда-нибудь в жизни варенье из баклажанов ели а из кукурузы я нет в первый раз вау ну тут особо ничего придумывать не надо просто приехать попробовать как же это возможно из овощей сделать варенье варенье я ел из одуванчиков из шишек ну вот чтобы с баклажаном это как-то в первый раз в жизни мы найдем баклажан то что универсальный продукт похоже так а здесь есть не только варенье из тертых баклажан да ну и еще и вареные баклажаны варенье вкус баклажаны где-то издалека но это баклажаны вы понимаете что это вкусно сейчас все баклажаны вы раскопите и надеваете себе хотя нам не получится мне не нужно если не умеете сюда приезжайте ну и на посошок скажем так из кукурузы варенье да и говорят Остап Бендер знал 100 с лишним способов приготовления самогона вот сколько здесь способов приготовления варенья кукурузка царица полей варенье это вкусно так что приезжайте я сейчас телефончике покажу самое главное что это вкусно и достаточно дешево это кукурузка это кукурузка и он кукурузка на старте как